Кто больше страдает от взаимных запретов транспортных перевозок, Россия или Украина? Я лично считаю, что вообще страдают обе страны, если так можно ответить на этот вопрос. Наверное, скорее больше будет Россия страдать, потому что у нас грузоборот побольше будет, несмотря на все уважение к Украине. Страдают оба государства, потому что сотрудничество всегда выгоднее, чем вражда. Мне кажется, Украина больше, потому что у России более широкий рынок сбыта. Украина, у них невыгодная сейчас политическая ситуация, с тем, что у них не хватает средств финансовых, в принципе, и они не очень хорошо развивают свою экономическую политику, они себе сейчас в ущерб работают, получается. Я думаю, что всем не сладко, по большому счету. А больше кому? Это я знаю. Так могу догадаться, нам, конечно. Я думаю, что взаимно страдает и Россия, и Украина. Но думаю, что больше мы. Почему? Потому что мы большая страна, у нас больше объем торговли. Я думаю, Украина, наверное, больше, чем Россия. Но это и не так кажется, потому что, ну не знаю, мне кажется, всегда Украина просто более зависела от России, скажем так. Наверное, народ страдает в первую очередь, наверное, не руководство. У них и так ничего нет. Мне кажется, страдают в равной степени и Россия, и Украина. Санкции не могут быть в пользу одной страны или другой. Потери всегда взаимны. Обе страны страдают. И если одна страна идет на то, чтобы для того, чтобы свои шкурные интересы протолкнуть и разорить другую страну, которая в 10 раз больше этой страны, и в 10 раз мощнее. Понимаете, если она на это идет, она должна быть готова к тому, что ей ответят так же. Я Украину настолько ненавижу, что даже говорить про нее не хочу. Наша страдает, наверное. Когда расстаются, я не знаю, муж с женой, после того, как они были вместе или не общаются, какой из детей страдает больше? Все дети страдают, они страдают. Ну, я не знаю. Мне кажется, что Украина еще может пострадать. Потому что, если они не пускают грузовики, да, им же могут выставить какие-нибудь штрафные санкции. Наверное, это вопрос как бы не то, что российский или украинский. Мне думается, что страдает все-таки в первую очередь бизнес. А так или иначе, страдаем простые мы потребители, в конечном счете, наших продуктов, которые между нашими странами происходят в рамках товарообмена. Мое мнение такое. Продолжение следует...